В продолжении темы здорового образа жизни на табачную продукцию началось масштабное наступление. В Дании обсуждают запрет на продажу сигарет гражданам страны, родившимся после 2010 года, даже тогда, когда они достигнут совершеннолетия. Похожую инициативу незадолго до этого рассматривали в Новой Зеландии, а в Германии, возможно, вскоре нельзя будет курить в салоне авто. О вреде курения спора нет, но запрет на покупку – это, во-первых, крах табачного рынка, во-вторых, ограничение граждан в правах и, разумеется, повышенный спрос на сигареты и аналогичную продукцию. Ограниченный в правах потребитель может переключиться на иные запрещенные товары, а также искать альтернативные способы табакокурения. Как воздействует на организм, например, новый модный электронный гаджет, насколько остра проблема курения в России и что с этим делать? Эти вопросы мы задали жителям Твери. И вот, что они ответили. Надо прекращать рекламировать рекламу какие-то, те же самые баннеры, снять продаж. И я думаю, что родители должны тоже быть примером для своих детей, тоже не курить. И я думаю, что это как авторитеты должны быть для своих дочерей, сыновей. Я думаю, с этого надо начинать. Какие-то книжки издавать, в школе какие-то программы проводить. Предпринимаются какие-то меры, но они неэффективные. Очень много молодежи, вот прям очень молодых, лет даже с 12 уже начинают курить. Ну, по крайней мере, не вот эти вот сигареты с табаком, а вейпы. Вот. Ну, с этим ничего в будущем не поделать, если эти компании по табакам не закроются, или вот эти вот заменители все. Они будут продолжать, они никак не повлияют на сознание людей, потому что они раньше существовали уже задолго. Никто серьезно таких мер не предпринимал, чтобы все это ограничить. Для меня тоже вопрос, каким путем они добывают эти электронные сигареты, ребята. Ну, возможно, как-то лояльное отношение взрослых людей, потому что может подойти любой парень, ну, маленький парень подойти, попросить взрослого человека, купи мне вот покурить. Он скажет, да ладно, что мне, мне не жалко, не пойдет, курит, купит. Наверное, наплевательское отношение других. Жестких мер таких нет, и я не видела бы, чтобы кто-то подходил и штрафовал этих людей, которые курят. То есть мне, допустим, очень неприятно, даже если кто-то по улице, вот как сейчас молодые люди, курят, идут, и этот дым бы шел на меня, весь летел, мне было бы очень неприятно. Я считаю, что нужно повысить штрафы за продажу сигарет для детей, потому что все это идет с детства, и потом от этого сложно избавиться в будущем.